Они умываются дождевой водой, едят, что придётся, что найдут в округе, жгут пластик на костре, чтобы не замёрзнуть холодными ночами. И каждое утро устремляются к забору с колючей проволокой, в надежде оказаться по ту сторону. Так живут мигранты в нескольких десятках метров от сербско-венгерской границы. Их около ста. Это выходцы из разных стран Африки и Азии. Они нашли приют в местной деревне, спят в хижинах сараях заброшенной фермы. Повезло тем, у кого есть палатки и спальники. Этот молодой человек, стоящий спиной к камере, приехал из Афганистана. Там он работал полицейским. Когда талибы вторглись в его провинцию, ему пришлось спасаться бегством. Он скрывает своё лицо, опасаясь за жизни родных, оставшихся на родине. Мы узнали об этом от Манди. Индийцы к нему здесь часто обращаются за помощью с переводом. Манди владеет английским, пушту и хинди. Свой дом он покинул пять лет назад. В Дели фермеры устроили большую манифестацию против нового аграрного закона. Индийские власти убили многих из них, человек 700. Есть здесь и дети. Хасану всего 11. Из родной Сирии он приехал сюда полгода назад вместе с дядей после того, как осиротел. Теперь его лучший друг – рыжий кот. Ещё один герой нашего сюжета по имени Рафиола получил диплом инженера-электрика в Кабульском университете. Но, не сумев найти работу, отправился в Европу. Сначала по морю, в Грецию. «Морской путь был опасным. Наша лодка перевернулась. 47 человек оказались в море». За путешествие, едва не стоившее ему жизни, он заплатил 2000 евро. Но Рафиола говорит, что зла на контрабандистов не держит. Ведь те хотя бы давали еду и устраивали на ночлег, поясняет он. А здесь нелегалам живётся совсем трудно, сетуют они. Недавно в Карастане появилась питьевая вода и электричество. Это серьёзное подспорье для тех, кто проводит здесь недели и иногда даже месяцы. Все они твердят, что венгерская граница – одна из самых труднопреодолимых. Но тем, кто не противодействует, полиция не причиняет вреда.